Сейчас я хочу поговорить на такую тему, как школьные учителя. Тема очень большая, важная, значительная. И я вижу, что в обществе на эту тему не говорится. Профессия учителя, она занимает очень существенное место в социальной структуре общества. И роль учителя огромна. И роль учителя мы будем рассматривать с точки зрения психологии, прежде всего. Прежде всего, это наша тема. Итак, ну вот я обратил внимание, что в прессе пишут в основном о нехватке высоко квалифицированных психологов. Об этом говорят две категории людей. Первое, это представители власти, которые, видимо, догадываются о том, что общество нездоровое. Что надо что-то делать, как-то людям помогать. Но что делать и как, они не знают, они не понимают в силу своей некомпетентности. То, что власть некомпетентна, мы в этом удивились, убедились, мы не удивились. А кто-то и удивился, быть может, кто занимался сакрализацией власти и ее восхвалением. А вот во время пандемии, во время кризиса, как раз и очень здорово проявляется эта некомпетентность. Люди привыкают, конечно, ко всему. И мы привыкли быть бедными. И эта бедность, это результат управления. Запомните. Есть одна система, я говорил об этом, не я один. Власти и подчинение. Так вот, если подчиненные живут бедно, то это выгодно власти. Ну, посмотрите, да, одна страна. Минимальная зарплата такая там, другая там в 10 раз меньше. Хотя страна может быть в тысячу раз богаче. Значит, мы имеем дело с управлением системой власти. Вот, за некомпетентность власти люди расплачиваются своим благополучием. Раз. Ну, а сейчас, во время пандемии, они расплачиваются и своими жизнями. Это тоже никого не волнует уже. Действительно, есть огромная усталость от жизни, апатия. И вот такие суицидальные настроения в обществе. Лишь бы нам день прошел, слава богу. И так далее. Активную жизненную позицию мало кто занимает уже. И, в принципе, в масштабах государства, всего общества люди не думают уже. У нас был раньше популярен лозунг такой. Мысли глобально, действуй локально. Вот сейчас об этом не говорится. Но мы будем говорить об этом, я. У меня есть такие задумки, идеи выступлений моих на темы разные. Вот. Дойдет время до всего. Значит, учителя. Вот, некомпетентная власть, да, требует от других высокой компетенции. Кто еще требует? Вот про психологов почему так говорят, да, высоко квалифицированные психологи. Нехватка. А кто об этом говорит еще? Университетские психологи. Руководители бюрократических структур. Тоже власть. Это вопросы, что? Контроля. Контроля. Эти психологи не будут говорить об опасности подчинения власти. Они не будут критиковать власть ни в коем случае. Потому что они часть этой системы власти и подчинения. Поэтому система эта, она нереформируема. Потому что те, кто мог бы реформировать ее, они не могут самореформироваться. И вообще структура социальная, она довольно-таки сложная. Сложная. Здесь нужно иметь очень много ума. И компетенции. В том числе умение управлять. Чтобы систему реформировать. А мы знаем, что у власти некомпетентные люди, которые не умеют управлять. Итак, школьное образование. Почему мы об этом говорим? Почему никто не говорит о том, что нужны высоко квалифицированные учителя? Ведь они, в отличие от психологов, ведь психологу еще нужно найти себе клиента. Еще нужно, психологу нужно снять помещение, офис. Поработать на свое имя. Чтобы к нему пришли люди, которые ему доверяют. И так далее. Это не у всех получается. Постоянно психолог имеет дело с человеческими проблемами. Тоже. Я знаю людей, вот, молодых некоторых. Вот они столкнулись с этим. И сказали, нет, я этим не хочу заниматься. Ну, человек приходит в депрессию, или расстройство личностное, или еще что-то. И вот постоянно такие. Тяжело. Тяжело. Психолог, это очень творческая профессия. Вот, каждому человеку нужно найти подход. И потом, чтобы сам психолог не выгорел, он должен постоянно развиваться. Генерировать новые идеи, знания. Он должен личностно развиваться. Понимаете? Вот психолог, это личность. Мы знаем, что личность, это максимум антиэнтропии. То есть, когда к психологу приходит, человек приходит, ну, я бы сказал, в таком антропийном состоянии души. То есть, вот мера хаоса. Мера хаоса. Заблудился. Потерялся. Неудачи преследуют. Проблемы. Разлад. Все. Жизнь рушится. Жить не хочется. Депрессия. Зависимости. Выхода не видно. Кто может здесь помочь? Только человек, который стал личностью. Закалился. В том числе и философией. Философскими идеями. В том числе и такими, которые отрицают жизнь. Но поспорьте с таким человеком, отрицающим жизнь. Отрицающим любовь, человеческое достоинство. И так далее. Для этого нужна философская культура. Закалка философии. Или вот негативный человек, токсичный приходит. Тоже понимание. Учителя. Мой опыт общения. Я смотрю, учителя, они не развиваются вообще. Просто не развиваются. И так. Что же. Да. Почему? Потому что вот они предметники. Их задача преподавать предмет и все. Дети ведь не выбирают. И ходят в школу. И все. Вот у них этот педагог. А какой это человек, личность, не личность, не имеет значения. Насколько он развит. И вот должен знать свой предмет. И там все. Там вот тебе учебник. Вот учи по учебнику. Все довольно-таки запрограммировано. Вот здесь самое главное. Это отношения между учителями и учениками. Вот об этом я хочу поговорить. Учитель всегда пример. И этот пример такой, какой вот учитель. Личность учителя. И вот об этом вообще нет никаких дискуссий в обществе. Никаких обсуждений. Даже вот я там читал про какие-то планы правительства насчет улучшения положения учителей. И, как бы сказать, привлечение новых кадров в школу, как их заинтересовать. Потому что не идут в эту среду токсичную работать молодые люди. Но ничего не сказано о роли личности. И о психологической подготовке учителя. Мы решили восполнить этот пробел. Наш Таллиннский психотерапевтический клуб. Наш Таллиннский психотерапевтический клуб. Вот напомню. На всякий случай, что никем не поддерживается. Это инициатива. Его создание принадлежит доктору Куку и мне. И в рамках нашего клуба мы поднимаем важную тему. Конечно, мы приглашаем всех желающих к нам присоединиться. Очно. И вот во время пандемии заочно. И я записываю на видео заседания клуба, лекции доктора Кука. И теперь они доступны нашим спонсорам. Нашим спонсорам. То есть вы можете просто стать спонсором за 1 евро в месяц. И смотреть эти очень ценные видеоролики. Ну вот. Они тематические. Много тем. Вот из последних это парад психопатов. Это виды расстройства личности. Очень интересно. И вот про отношения учителя и ученика. Вот этим мы занимаемся. Это прошли у нас эти лекции. Прекрасно. Заседание клуба. Итак. Учителя. Но. Первое. Учителя ежедневно манипулируют. Учениками посредством команд. Со школьных времен. Со школьной скамьи. Утверждается система власти и подчинения. К сожалению, вот та, тот учитель, о котором мы говорим, и развитый, высоко квалифицированный, компетентный, настоящий учитель. Ну как настоящий учитель, тоже настоящий. Это учитель, который ведет себя совершенно по-другому. Итак. Первое. Это вопрос. Вопросы принцевости. Словарь принцевости. Словарь принцев, принцесс и словарь лягушек. Учителя манипулируют с помощью словаря лягушек. Они занимаются чем? Унижением детей. Они играют с детьми в гейм. Раз. К чему это приводит? К тому, что дети вырастают тоже лягушками. Почему столько зависимых, обидчивых, несчастных, нытиков? Почему завистников? Почему столько детей неудачливых, которые обвиняют весь мир в своих проблемах? Обвиняют себя. Не имеют чувства собственного достоинства. Занимаются самоуничижением. Спиваются. Ведут асоциальный образ жизни. Асоциальное поведение. И так далее. Это школьное воспитание. Давайте будем об этом говорить прямо. Это результат школьного воспитания. То, что делают учителя, не осознавая этого, разрушает ребенка. Форма формирует не принца и принцессу, а лягушку. Ну, вот я сам слышал, как учительница одна называла русских дураками. Вот, когда там какие-то приводила исторические примеры, она некомпетентна в таком предмете, как история. Там история София. Ну, вообще мышление. Вот. Нет у нее ни философской культуры, ни психологической. Она вот предметница, знает там свой предмет, и все. А в другом она вот мракобец. Но она внушает детям. Бездоказательно, да. Вот. Такие вещи. Целую нацию. То есть, она ищет доказательства в истории, что вот дураки. У людей формируется русофобия. Вот я был свидетелем того, как это происходит. Предвзятое отношение к представителям нации. Пожалуйста. Этим занимаются на уровне школьного образования. Да, государственное образование. Вместо того, чтобы просвещать, да, формируются предрассудки. Вот вам мракобесие, пожалуйста. Система образования мракобесная. Отношения со школьниками тоже такие же. Геймы. Учителя сами, лягушки, используют словарь лягушек и воспитывают лягушек. Первая проблема. О которой пишут только в книгах или писали когда-то. Но сейчас об этом никто не говорит. По крайней мере, я не слышу. Не буду говорить, что никто. Может быть, еще какие-то психологи говорят об этом. Психотерапевты. Но я в СМИ об этом не читаю, не слышу. Серьезная проблема. У нас занимаются в основном показухой. Распускают хвосты. И вот какие мы, какие мы высоко квалифицированные психологи. И как их нам не хватает. Какие мы уникальные, вот только мы, несколько человек высоко квалифицированные. Ну а толку от вашей высокой квалификации, если ваше слово ничего не значит? Если вы никак не можете повлиять, если вы не можете сформулировать проблему с той же социальной психологией. И проблемы вообще системные, психологические системные проблемы. Итак, это словарь. И вот, довольно-таки оскорбительный. Вот я знаю учителей, токсичные люди. Постоянно проскальзывают словечки. Негативные. И они ко всем так относятся. Они уже не понимают. Не понимают, с кем они общаются. Почему так нельзя говорить. И так далее. У них есть эти автоматические негативные мысли. Автоматические негативные слова лягушек. И это воздействует и на взрослых людей. Которые, по сути, там остаются детьми. И на детей. И вот мы живем в этой токсичной, отравленной атмосфере. Травленной учителями. Потому что они сами по себе токсичны. Итак, словарь. Следующая тема – это конфликт. Конфликт. Между учениками и учителями. Которые не могут решить. И здесь, что интересно. Один момент приведу. Хочет все лекции. Я их не буду пересказывать. Все лекции, которые у нас прочитаны были в клубе. Таллинском, психотерапевтическом. Посмотрите, это безумно интересно все. Полезно. Один момент насчет конфликта. Люди считают, что в конфликте Либо все проигрывают. Либо Вот кто-то должен один выиграть. До победного конца. Добить. Слушайте, так это же психология вообще. Посмотрите, власти вообще всех. Да? Победа любой ценой. Я всегда прав. Я не поменяю свою точку зрения, свое отношение, свою позицию никогда. Потому что страшно проиграть. Здесь и рождается этот авторитаризм, тоталитаризм и диктатура. И это стремление к власти. И из мысли, что в конфликте проигрывают. Что спорящие стороны. Вот. А на самом-то деле. Дело-то как обстоит. Что конфликт нам дан для того, чтобы мы менялись, учились. поменяли мировоззрение свое отношение к детям, ученикам. А учитель же и да, показать, ну вот, есть и слабые стороны у учителя. Ну вот, а хочет скалой такой выглядеть, да, слабых сторон нет, хотя они объективно существуют, есть. отсутствуют доверительные контакты с учениками, да. Вот, пожалуйста, то же самое власть. Она свою слабость никогда не покажет, потому что по этому слабому месту ударят конкуренты. И сметут власть. Поэтому установка идет всегда на силу. Только на позицию силы. Смотрите, а ведь это все в школьные годы, это же все в головах. Все в головах. Как писал Стефан Свейк, все в конечном счете сводится к психологии. И вот здесь бы психологам, высоко квалифицированным, университет, университетским начать бы просветительскую деятельность масштабную в том же интернете. Нет, не делают это. Охраняют границы своего сообщества, да. Вот мы там исключительные, обращайтесь к нам. А толку от их высокой квалификации, если лягушек все больше и больше, а принцессы мало совсем. А лягушек полно. Ну вот мы такие высоко квалифицированные. ну для себя хорошо, для себя, но их слово мало что значит. вот. И так, я сказал, слова принцев и принцесс, конфликт и проблема власти. проблема власти в школьной среде. Власть и влияние. Влияние это осуществление власти. Что происходит? происходит то, что дети становятся, то, что у детей из-за поведения учителей на всю жизнь остаются эмоциональные шрамы. эмоциональные шрамы. Я вспоминаю свои школьные годы и потом, когда я стал уже постарше и занимался неформальным образованием и приходил в школы, вот я видел тоже больных учителей. Просто больных. Психически больные. они там работают. Психопаты. Дальше. Да, я хотел еще сказать, что в школе ведь приоритет за информацией идет. То есть вот цель ты какая там по программе дать информацию. Но не за душой ребенка. Душа ребенка она ничего не значит. Потому что если ты будешь заниматься душой ребенка решением проблем психологических, то у тебя не будет времени на предмет. А ведь эти же показатели. Надо же делать показатели. И в результате душа ребенка никого не интересует с самого детства. Но подумайте просто какой-то кошмар. Ребенок душа его не интересует. Его внутренние потребности мир переживания никого не волнует. Кем он вырастет? Он вырастет уродом. Он вырастет моральным уродом. Вот таких моральных уродов готовит в школе. Это есть кошмар. А потом мы удивляемся, почему такое общество жестоко. Потому что оно все у всех шрамы эмоциональные у этих детей. Это жертвы. Благодаря вот этой поведению учителей властному опять это проблема власти. Но никуда мы от нее не денемся. Никуда. А самая серьезная проблема это проблема власти. Ведь обратите внимание как относятся к людям у которых нет власти. Их за людей не считают. Это человек который не стремится к власти. Кажется что он вообще там пустое место. Или эго у него нет. Эго нет. Что ты кто ты такой вообще без эго. А вот у которые о там престиж впечатляет других то и машина и все на этого обращают внимание. Этим считаются. Хотя этот человек несчастный ему надо впечатлять других. Он тратит кучу энергии и сил на это эго свое. На это то чтобы нравиться конкурировать. А другой у которого нет эго просто наслаждается жизнью. Который не стремится к власти наслаждается жизнью. все. Понимаете, вот это вот абсолютно помешанное на власти общество. Помешательство на власти, на доминирование. нам нужна сильная рука, да? Вот сколько раз мы слышали. Вы получите сильную руку, которая ударит по вам. И сами будете не рады. Вы получите то, что вы хотите. Вы получите контроль всех видов. уже не будете пикнуть сметь. Вот вам сильная рука. Поэтому сейчас самое главное это уменьшение власти, уменьшение влияния. И вот мы видим, как навязывается, как навязывается. Нам все это, мы же не живем своей жизнью. Власть губит все, к чему прикасается. Все. Она же губит, она не поддерживает. Они говорят, не хватает высококвалифицированных психологов. Она губит тех, кто мог бы сделать очень много для общества. говорит, их нет, я их не вижу, их не хватает, хотя они есть. Власть их не видит. Слепая, слепо, глухо, немая. Очень не немая, они очень много говорят. Зомбируя людей, замаскированный деспотизм в школе очень есть. Подавляют детей, да? Подавляют. Вот, подавление. Ну, а это все, что это? Вот, вот, это вот, принудительность власти, применение принудительной власти. Оторжение вызывает? Дисциплина, да? Вот, проблема какая в школе? Дисциплина. Вот, если формально подходить, к ученикам, как к мебели, которую передвинуть можно, вот, учитель приходит, он предмет, а дети не слушаются, конечно. Надо подход найти, и так далее, и так далее. Много таких конфликтов заложено. Их надо решать, а времени нет. для решения. Поэтому авторитарно. И что происходит? Гнев вызывает, враждебность, крушение надежд, депрессия, чувство собственной незначительности, унижение, реакция какая, бунт, сопротивление, протест. Почему дети не хотят учиться? Да они наелись этим, принудительной власти. Наелись. Уже ничего не хотят, они хотят только бунтовать, и все. И бунт через отказ от учебы. Тоже форма бунта, форма протеста. А потом мы удивляемся, почему столько дебильной молодежи. Учителя? Ну не ребенка же упрекать, правильно? Если авторитет то кто? Кто развитие это? Учитель. Пример то кто? Учитель. Вот что они делают с поколением. Дальше. сокрытие чувства. Вот дети начинают лгать, потому что есть деспотизм мучительский откровенный, есть замаскированный. Но дети это чувствуют все равно по отношению. Они начинают скрывать чувства. потому что говорить правду человеку обладающему властью небезопасно. Слушайте, да это вообще Россия вся. Попробуйте сказать правду человеку обладающему властью. Убьют или будете в тюрьме сидеть. Или там место рабочее потеряете. Станете изгоем. Люди начинают лицемерить. Начинают лгать. Подавлять свои чувства, скрывать свои чувства. ври как хочешь, лишь бы не наказали. А ложь, она это мать всех зол. Она начинает провоцировать различные негативные формы поведения. такие как «Я бедничество». Вот стукачество, Доносительство. Почему доносы кто писал? Правильно, писали люди. 4 миллиона доносов, да? Конечно, люди писали. Но почему они писали? Потому что говорить правду было небезопасно. потому что скрывали чувства. Потому что ложь стала нормой. И она находила вот такой выход. Опять проблема власти. Перекладывать свою ответственность на других. Но это все со школьных времен происходит. Диктаторов воспитывают в школе. и ябедников, доносчиков, моральных уродов тоже в школе воспитывают. лицемерие, зависть. Вот вам способ воспитать лягушек и в обществе создать невыносимую атмосферу, обстановку. Войны всех против всех. Учителя для этой цели есть. Вот я знаю, да, вот учителя, ну вот токсичные люди. Вы знаете, конечно, это проблема большая, что вот еще проблема насилия, конечно, психологическое насилие, понятно, но вот родители ведь отдают в эти школы, они даже не хотят разбираться, кто их детей учит, что это за люди. В армию отдают. в армию отдать ребенка своего тоже, где его покалечат. На войну поразительно просто, поразительное отношение к детям, как вот к каким-то подопытным кроликам просто, подопытным мышам. детей не любят. И дети вырастают потом, которые никого не любят. Ни себя, ни других, они не знают, что это такое. С эмоциональными шрамами на всю жизнь. Конечно, можно помочь, да, но это годы психотерапии, очень надо много любви вложить в них потом, чтобы они увидели другой пример совершенно. Это надо, чтобы они захотели, чтобы они пришли. Любовь самый мощный ресурс. Поэтому надо поддерживать тех, у кого есть ресурс любви. Вот почему это так важно. Любовь. с помощью любви можно изменить отношение человека к себе и к другу. Ну, а пока да, вот такая ситуация. глупость. еще вот про глупость скажу. меня вчера спросили, мне написали, спросили, можно ли исцелиться, вылечиться от глупости. Ну, глупость это не болезнь, да. Глупость, я бы сказал, вот на языке индийской философии это такая овитие. Это глупость это мера незнания. Вот. Мера непонимания. Ты не знаешь, как поступить в этой ситуации, как отреагировать, как воспринять, не видишь причинно-следственные связи, не тебе не хватает мудрости. Но всегда это будет какое-то незнание оставаться, да. Вот. Мы учимся, мы приходим в этот мир, чтобы учиться, чтобы быть мудрее. а вот что происходит в школе? А в школе происходит вот что. Учителя так манипулируют детьми, что ребенок считает, что для него нормальным состоянием является глупость. И вот только мудрость учителя помогает. но мы вспоминаем сразу фразу да, ты начальник, я дурак. Пожалуйста. Вот она система власти и подчинения. Кто-то наверху знает лучше меня, разбирается лучше меня, а я дурак, которому надо всю жизнь учиться. вот ему не надо учиться всю жизнь, а мне надо. Вот тому, кто наверху, учиться не надо, а мне надо учиться, потому что я внизу в этой социальной иерархии. Представляете? Низкая самооценка людей, неверия в себя. Люди расписались в беспомощности своей, в своей глупости и что сделали? Переоценили, переоценивают мудрость вышестоящих, да? людей, ну а тем-то только и надо этого, чтобы их, за них голосовали, выбирали, и дальше что? они были у корыта, у кормушки. И все это сохранялось бы. Это выгодно. выгодно, чтобы были дураки, выгодно, чтобы общество было дебильным, выгодно, потому что именно при этих условиях вот эти люди пришли к власти. потому что если бы люди осознали, осознали бы это, какой некомпетентный сброд наверху находится. Поняли бы, что они там сверху ничем не отличаются. Такие же глупые, такие же кретины. А может быть и даже вот эти люди-то, те, кто снизу, у которых нет власти, намного умнее, справедливее, честнее, сострадательнее, заботливее. Тогда бы изменилось что-то. Измениться не получится. Потому что вот есть такая психологическая проблема. И я вижу, вот, да, люди ко мне, допустим, обращаются в страхе. Вот человек очень талантлив. Очень. Страхов столько же, сколько и таланта. Даже больше. Не может раскрыться. возможности открываются. Такие возможности у человека открываются. Страхи подавляют. Он не может ими пользоваться. Боже мой, ну, ты имеешь такие возможности. Такие люди встречаются тебе интересные. Ну, и так далее, и так далее. Столько у тебя способностей, талантов, дарываний. Не самореализуется человек. Из-за страха. Из-за страха какой? вот я недостаточно хорош. Вот это идея высокой квалификации. Я недостаточно хорош. Меня еще не оценила там баба какая-то или мужик из какого-то министерства или департамента. Хотя, что они собой представляют эти люди? Это еще вот это вопрос. Как они управляют? И вот я вот просто сравните. Вот посмотрите, посмотрите эти ролики. Они конечно учителям адресованы. но они будут полезны всем, кто интересуется вопросами психологии, транзактного анализа, взаимоотношений с миром окружающим, вопросами самопознания, саморазвития. Потому что знания это универсальные, они же применимы и собственными детьми сможете общаться с помощью используя словария принцев, принцесс, а не лягушек, с другими людьми. Вот такая тема, тема и мы всем я очень рекомендую посмотреть эти ролики. ролики нашего Таллиннского психотерапевтического клуба доступны нашим спонсорам в качестве бонусов. Там все четко. Там все четко. Формулирование, формулировки, примеры, все разложено по полочкам. Там самая суть. Так что я выход вижу вот именно в этом просвещении. Просвещение и саморазвитие. если мы будем об этом говорить, познавать себя, узнавать, меняться, то тогда и общество поменяется тоже. И система будет меняться. Спасибо вам за внимание. задавайте вопросы, пишите и будут новые темы, новые интересные сюжеты. Спасибо !